Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Наверняка вы слышали такое словосочетание гибридная сорта винограда. Более того, я думаю, что вы немножечко о них, может быть, и наслышаны. Буквально под последнее видео, где я дегустировала вино, был комментарий от девушки, что из гибридных сортов вообще вино это не вино. Кто-то эти гибриды ругает, кто-то призывает не садить эти конченые гибриды. То есть говорят о них много. И вот сегодня мы с вами постараемся разобраться, что же это такое. Действительно ли они так плохи или, может быть, наоборот. В общем, об этом все мы с вами сегодня поговорим. Что же это такое гибридная сорта? Для начала надо понимать, что есть такая наука, систематика растений. Есть род виноград и несколько видов этого самого винограда. Самый часто встречающийся, скажем так, самый благородный, это Витис Винифера, виноград европейский. Но встречаются также Витис Амурентис виноград амурский, Витис Лабруско, американский виноград тоже. Лабруско, я думаю, что многие слышали. Ну и есть еще несколько видов. Все они между собой отличаются определенными признаками. И что же такое гибриды? Это, как правило, вот этот самый Витис Винифера, наш европейский виноград, скрещены с каким-то другим видом винограда. Причем это может быть скрещивание просто двух. Ну, к примеру, да, Витис Винифера и Витис Лабруско, американский виноград. А могут быть сложные видовые гибриды, когда идет несколько скрещиваний, и в каждом из этих скрещиваний используются разные виды винограда. Каждый из вот этих видов винограда обладает определенными свойствами. Одни устойчивы к одним неблагоприятным факторам, другие к другим. Например, Витис Амуренси, самурский виноград, он очень устойчив к морозам. Витис Лабруско устойчив к другим неблагоприятным факторам. В прошлом году я тоже снимала похожее видео, делала детальный анализ. Здесь я подробно останавливаться не буду, но под видео оставлю ссылку. Если кому-то будет интересно, можете посмотреть. Там я прямо в табличках выделяла все положительные, отрицательные качества от каждого из этих видов. То есть мы понимаем, что они обладают определенными свойствами, в том числе полезными для нас, как для тех, кто-то все выращивает. Ну и вообще для чего это человеку понадобилось? Ну рожа, виноград, 8 тысяч лет, а может и больше. Во всем виноват Колумб. Потому что он открыл Америку. Рос себе европейский виноград, беды не знал, все было хорошо, все были довольны, но Колумб открыл Америку. Понятно, что там тоже был найден виноград, вот эта самая Лабруско, и саженцы привезли в Европу. И вместе с этими саженцами привезли 3 виноградные беды. Мильзиум, аидиум и самая страшная беда – это филоксера. И вот этот самый европейский виноград, который замечательно себя чувствовал на протяжении многих веков, и даже тысячелетий, начал болеть. Все это произошло, вообще вот эти массовые болезни, где-то в середине 19 века, были завезены, ну и, конечно же, ученые начали думать, что с этим всем делать. И, в общем-то, так и появилась идея создавать вот эти самые гибриды. Конечно, как я уже сказала, что каждый вид имеет свои определенные свойства, полезные для человека. Ну и самая вкусная ягода, самая хорошая, она, конечно же, у вот этого европейского винограда. И вот его стали скрещивать с какими-то другими видами. Первые скрещивания, ну, как бы, не дали такого существенного результата, как ожидалось. Ягода была не совсем вкусной, не совсем такой, какой бы хотелось, но так появились так называемые гибриды первого поколения. Хотя, и даже кое-кто из этих гибридов первого поколения, а точнее их называют гибриды прямые производители, но они используются в чистом виде. Но, скажем так, это стало вот такой вот хорошей фундаментальной базой для дальнейшей гибридизации и уже получения именно тех свойств винограда, которых и добивались ученые. И вообще вот в этой всей гибридизации на самом деле была огромнейшая-огромнейшая работа. И вот когда я однажды услышала вот этот призыв не садить эти конченные гибриды, ну, простите, но назвать их конченными может только человек, который абсолютно не уважает чужой труд. Потому что для создания этих гибридов, ну, их не создавали с потолка, их не создавали просто вот сел человек, ему стало скучно, ну, а давай-ка я скрещу вот это и вот это. Нет. Это создавали институты люди жизни. Положили на то, чтобы вот эти самые гибриды создать и, можно сказать, довести их до совершенства. Ну, если не в идеале, да, мы еще дальше продолжим этот разговор, насколько они там хороши или плохи. Но очень близкими к тому, что от них требовалось. Повторю, что на это ушли десятилетия. Это сегодня, в 21 веке. Ну, есть много технологий, которые позволяют эти процессы ускорить. Для вашего понимания я приведу вам маленький пример, правда, не про виноград. Когда я училась в университете, на, по-моему, лекциях по генетике нам рассказывали такую историю. Российский селекционер вывел какой-то там сорт яблока, и идет дегустация, и его яблоко признают, ну, самым вкусным, вообще самым классным. И он начинает, ну, буквально там, ну, ладно, пусть не плакает, но очень расстраивается. У него спрашивают, ну, почему ведь, как бы, оно самое классное, самое вкусное? Он говорит, да, но есть одна проблема, оно зеленое. А это были там, ну, 20 век, не скажу, какие годы, ну, наверное, там, в районе 60-х, 70-х, может, 80-х. Но яблоко зеленое. То есть сегодня мы абсолютно хорошо относимся к зеленым по цвету яблокам. Он говорит, кто его будет покупать? У всех ассоциация, что, ну, вот, зеленое. Говорит, я слишком стар для того, чтобы, как бы, немножко усовершенствовать вот это яблоко и перекрасить в другой цвет. У меня просто не хватит на это времени. Ну, на самом деле, все сложилось очень замечательно, потому что есть определенные признаки, по которым, не дожидаясь там, чего-то можно судить о том, как растение себя проявит. Ну, в том числе и в цвете. То есть теперь уже селекционеры это знают. И в настоящее время, ну, есть очень много маркеров, которые тоже разрабатывались ни год и ни два. То есть это огромнейший титанический труд. И вообще очень рекомендую почитать про Павла Галадригу. Это был директор института Могарач. К сожалению, закончил жизнь самоубийством. Но вот это было связано с его профессиональной деятельностью. Опять же, для чего? Для того, чтобы вы понимали, насколько это непросто создать все то, чем мы пользуемся сейчас. Ну и в итоге, к чему же пришли, что такое гибридные сорта? Поговорим о хорошем, да? Они более устойчивы к различным факторам. К очень различным. Это имельдию, это иоидиум, это засуха, это может быть устойчивость к засолению почвы, морозостойкость. То есть большое количество признаков. Что нам, человечеству, это дало? Меньше обработок, меньше затрат на это. Потому что одно дело, это химическая нагрузка в обработке, а другое, это все-таки и затраты. И одно дело, мы это у нас там на маленьком участке, например, если взять, представьте, там десятки сотни гектаров промышленного производства. Каждая обработка, это большие затраты. Это транспорт, это химия, это рабочая сила и все остальное. То есть, если растение устойчиво, ну, это большой плюс во всех отношениях. Более того, у нас более стабильный урожай, потому что, напомню, еще и к другим факторам, к той же засухе, к тому же морозу, тоже устойчиво. Виноград смог как бы выйти за определенные пределы и выращиваться в каких-то других регионах, в тех регионах, где он раньше выращивался. До сих пор многие считают, что, ну, виноград в Беларуси, что вы вообще-то можете вырастить, вам только картошку. Можно судить. Ну, мне таких людей искренне жаль, потому что, ну, это говорит об их какой-то не совсем образованности, осведомленности, то, что на самом деле самый северный виноградник расположен в значительной северной Беларуси. Да, на сегодняшний день там выращивается сорт зилга, но этот виноградник известен с 13 века. Когда-то мы умудрялись производить вино, еще ли не во Францию его продавать. Конечно, сейчас он восстановлен. В 13 веке зилги еще не было, ее не выращивали. Выращивали какие-то другие сорта, потом все это было разрушено, сейчас восстановлено. Ну, этот виноградник на сегодняшний день внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый северный виноградник. И, напомню, находится он значительно севернее, чем Республика Беларусь. Причем в Европе вот сейчас эту группу гибридных сортов их называют аббревиатурой пиви, что означает, устойчив ко многим факторам, поражающим лозу. Ну, дальше еще немножко я коснусь этой темы вот отношений к гибридным сортам в Европе. А теперь поговорим о том, так чем же они так плохи? Да, устойчивые, ну, в принципе, сейчас многие гибриды, вот они имеют и более ранние сроки созревания, то есть мы вполне можем и в Беларуси выращивать виноград, и в севернее, да, и зима наши, ну, понятно, с определенной нашей помощью, но тем не менее, переносит и выращивать можно достаточно успешно. то в чем же это так плохо? Обработок меньше, болезней меньше, головной боли меньше. Существует такое мнение, что вот качество вин из этого винограда, потому что, ну, спор вот о качестве гибридных сортов, он касается технических сортов, ну, технических, универсальных. В столовых, в принципе, нам все равно, а вот именно там, где технически универсальное, да, там вот возникает этот спор и считается, что вино из них вот, ну, вот не такое. Не такое хорошее, не такое вкусное, не такое качественное. Говорят о группе веществ, которое содержится именно в гибридных сортах и не содержится в европейских сортах. Это тоже плохо. Если мне не изменяет память, это дегликозиды. Ну, не суть, на самом деле, да, есть некие вещества. Но если очень хорошо почитать биохимию винограда, то кажется, что и в европейских сортах, в некоторых, те же дегликозиды тоже были обнаружены. Поэтому вот истина такова. Конечно, определенная вкусовая разница, она может быть. Может быть, определенная разница, ну, и в каких-то других вещах. Например, я слышала, что некоторые гибриды, они хуже осветляются, чем европейские сорта. Про лабрусковый аромат, да, слышали все. То есть там, где есть гибриды с американской, вот этой вот, а видите, с лабруска, некоторые, не все, некоторые сорта имеют вот этот лабрусковый привкус. Но, а кто сказал, что это плохо? Есть страны, в которых, ну, наоборот, это считается круто. То есть Европа считает, что нет, 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 так быть не должно. Но некоторые другие страны считают, что все нормально. Вкусы у нас у всех разные. И даже если мы берем там европейские сорта, да, кто-то любит там Sauvignon Blanc, кто-то Chardonnay, кто-то что-то еще, кто-то Riesling, да. И при этом даже в рамках одного сорта еще могут быть разные стили. И кому-то больше нравится один стиль, кому-то другой, кому-то треть. То есть, понимаете, мы все разные, поэтому говорить, что это хорошо, а это плохо, наверное, не совсем корректно. Дальше есть мнение, что те же гибриды, особенно те, которые с амурским виноградом, ведь и с амуренсис, они быстро окисляются. Я не могу подтвердить или опровергнуть этот факт. И лучше всего это знают те, кто с этими сортами работает. Потому что именно они действительно могут сказать то, что пишут на форумах, но на самом деле про окисление пишут и про многие другие сорта, которые европейские. То есть тут четко ответить на вопрос, действительно это так или нет, может только тот, кто с этим работал. Претензии еще может быть, что вот они эти вины мало живут. Но мы с вами, конкретно, в принципе, весь мой блог посвящен домашнему виноделию, когда мы делаем что-то для себя в не очень больших количествах. И всегда ли нам нужна эта длительная выдержка? В принципе, очень многие еще до Нового года успевают выпить то вино, которое они поставили осенью. Так какая им разница, долго оно хранится или нет? Потому что у них не те объемы, которые вообще можно было бы хранить. То есть, понимаете, любое вот это вот якобы негативное свойство для кого-то может быть как раз таки плюсом, либо ему все равно на него. Конечно, если у вас позволяют условия, у вас хороший климат, вы можете своим лозам уделить столько внимания, сколько им необходимо, у вас хороший графон и ваши лозы не болеют, либо вы можете и хотите проводить, например, много обработок, без вопросов, да, можно выращивать европейские лозы. Но если у вас не самый лучший климат, у вас там нет сильной возможности посвящать время винограду, вы находитесь в какой-то зоне такого рискованного земледелия, где 9 месяцев зима, остальное лето, то какие бы ни были классные европейские лозы, но они просто не будут расти, не, расти будут, скорее всего, да, не будут давать хороший результат. И смысл садить вот эту вот супер лозу, да, если мы не получим с него, с нее результата, ну, на Бентли или на Ламборджини никто не поедет копать картошку, да, или никто не поедет в лес на охоту, потому что там вот этот автомобиль просто не проедет. И, конечно, опять же, вот эти радикально настроенные виноградари и виноделы могут сказать, так нечего вообще тогда и растить вот такое. Ну, может, мы как-то сами решим, да, что нам растить, что не растить. Есть еще одно недавно появившееся радикальное направление, которое не признает даже привитых лоз и которое считает, что вот эта самая европейская лоза, она должна все равно расти на своих корнях, вот тогда получится только классное вино, а даже если она привита, неважно, что это европейская лоза, она уже, ну, вино не будет обладать такими свойствами. А как я ко всему этому отношусь? Я отношусь к этому всему абсолютно спокойно. А каждый сам для себя решает. Ему нравится это, ему нравится это, ему нравится я считаю так, что если у вас есть возможность выращивать европейскую лозу, да еще на своих корнях, да еще у вас все будет хорошо созревать, это на самом деле круто и можно вам позавидовать белой завистью. Если у вас что-то не складывается, да, даже европейская лоза, она привитая, потому что ходит филаксера, да, либо вообще у нас такие тяжелые условия, где в принципе мы себе не особо можем позволить выращивать европейские лозы. Ну и что? Значит будем выращивать гибриды. И ничего в них страшного и ужасного абсолютно нет. Мы с вами знаем, что европейское законодательство в плане виноделия, оно как бы очень трепетно ко всему относится, очень трепетно относится к качеству вина, там все очень-очень зарегламентировано. И, например, в 2009 году Европа немножко делала послабление в плане вот этих самых гибридов. В декабре прошлого 2021 года был опубликован общеевропейский нормативный акт, который дает возможность присваивать винам наименование по происхождению, если эти вина получены из гибридов витис-винифера и какого-то другого вида винограда. То есть, понимаете, даже строго европейское законодательство на сегодняшний день начинает признавать эти гибриды. Более того, напомню, что у нас были гибриды прямые производители, а потом еще шла длинная-длинная селекционная работа, над которой работали очень-очень долго, кропотливо, умные люди. И многие гибриды сегодня по вкусу абсолютно не отличаются от европейских. То есть, качество гибридов очень сильно возросло. И при этом у них есть еще куча бонусов в виде различных устойчивостей. И если даже европейское сообщество такое очень консервативное в этом плане признало, то на самом деле это круто. Так что гибриды, они не такие уже страшные, точно не конченные. И в завершение повторюсь, что садить и что выращивать, решать лично вам. Залог хорошего вина это в первую очередь. Хорошая вызревшая качественная ягода. Для того, чтобы она таковой получилась, ну, конечно, есть определенный элемент ухода, но важно подобрать тот сорт, который будет расти в конкретных ваших условиях. А будет это европейский виноград, либо это будет гибрид, на самом деле не столь важно. Нам важно получить эту самую хорошую ягоду из того сорта, который действительно сможет расти в ваших конкретных условиях. Но я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. до новых встреч.